Ребята, всем привет! Неделя влогов началась. Начинается она с меня, с красной мартышки. Это ужас, ну просто ужас. Во-первых, выгляжу я так, как будто бы распухла. Уж не говорю про свои, как обычно, болячки около рта, но на самом деле, клянусь, стало лучше. Было намного хуже, и постепенно их становится меньше. То есть лоб у меня вообще хороший сейчас, кроме вот этой болячки. Я сейчас крашусь, у меня очень мало времени, чтобы собраться, поэтому я сделаю это максимально быстро, насколько я это смогу сделать. Уверена, что смогу сделать быстро, потому что вообще-то я быстро крашусь. Просто когда болтаю, это занимает больше времени. Короче, мне нужно успеть до пяти часов встретиться с другом моим, товарищем, по важным делам. Вот, потому что потом он поедет по другим каким-то своим делам, и фиг знает, когда и где мы увидимся. Мне это нужно обязательно сделать сегодня. Поэтому надо торопиться. Сегодня я встала очень поздно, как обычно. А разбудили меня, знаете кто? О, это вообще с ума сойдете. Помимо того, что у меня каждый день стоит будильник на 12, на 11.40, по-разному. Будильники-то я слышала, но постоянно их, короче, выключала. Это обычно бывает, все потому что вчера мы очень поздно играли, как всегда. Потому что славы два дня не было, он уезжал. И когда он приехал, мне снесло крышу, и мы играли в PlayStation. Очень много, потому что я просто обожаю вместе с ним играть в PlayStation. И игра, в которую мы играем, просто бомба. Обязательно в неделе влогов покажу вам тоже, как мы играем. Расскажу, почему играем, все такое. Поэтому мужской часть моих подписчиков тоже будет интересна, я думаю. Ну, надеюсь. Так что поздно встала, а разбудил меня не будильник, а курьер. Да-да, тот самый. Приходил из 2012. Нет, даже позже. Из 2014. Как-то губы у меня пухли. Я, кстати, вам не знаю, рассказывала ли нет, у меня на фрукты аллергия. Практически на все. Ну, как сказать, аллергия, это громко сказано. Просто я, когда поем яблоко, у меня потом губа распухает. Не сильно. В общем, эта неделя влогов будет просто шоковым контентом для меня и для вас, я думаю. Потому что... О, боже, 26 числа я поеду в стоматологию, в клинику. И что-то там со мной будут делать. Все, потому что я хочу поставить себе виниры. Я уже ездила к врачу на консультацию. И, конечно, все это потом я буду подробнее рассказывать в отдельном видео, когда уже у меня будут виниры и все такое. Но думаю, что всю эту неделю мы с вами будем тоже эту тему обсуждать, потому что она для меня такая очень ответственная, сложная. Ну и, конечно же, в любом случае я очень переживаю, волнуюсь. Также расскажу вам все плюсы, минусы, когда уже у меня там виниры будут. Я очень волнуюсь, потому что я понимаю, что это как бы такой необратимый процесс по поводу всего этого. Но, с другой стороны, знаете, мне страшно. Но я понимаю, что это как, знаете, есть люди, у которых реально какой-то большой нос, который мешает им жить, устраивает личную жизнь. Они долго не решались, не делали себе операцию. А потом годам к 30-ти сделали операцию и думали, боже, зачем же я все это время тянула, моя жизнь так улучшилась. Ну, допустим. Вот, поэтому я стараюсь также относиться к этой ситуации, потому что это действительно моя мечта. Мечта не просто, типа, о, боже, все там, блин, у меня будут белые зубы. Ну, наверное, это опять же-таки какие-то загоны в голове. Я открыто об этом говорю, мне абсолютно пофигу, кто что думает. Мне главное, чтобы я была счастлива. И если у меня есть возможность сделать всю жизнь лучше, себя лучше, стать счастливей, то я не буду упускать эту возможность. Я же не совсем больная. Вот, тонну не сладится, что болячки все равно видно. Ну, надеюсь, с этим я тоже разберусь, потому что, наверное, неделю назад я была у врача, сдавала анализы, и как раз скоро они уже придут. Решила походить по врачам, наконец-таки. Это очень такой тоже, знаете, важный момент, лучше не оттягивать. Реально, лучше не оттягивать. И, знаете, такие моменты, когда вы уже боитесь идти к врачу, потому что переживаете, что вдруг что-то плохое. А вот лучше, чтобы такого не было, ну, вот реально. Потому что я тоже так, знаете, иногда переживаю. Господи, что ж я так не могу до врача дойти? Реально, это же кошмар. Не затягивайте обязательно. Если что-то подумали, ой, странно. А даже, знаете, не то, что ой, странно. Я вообще считаю, каждый год, как минимум, да, ну, можно вообще лучше раз в полгода ходить просто сдавать кровь. Потому что, ну, никто не знает. Реально, мы еще живем в таком мире с такой атмосферой, что тут даже, знаете, просто на нервной почве могут какие-то болячки появиться в организме. И это абсолютно не шутки. Поэтому лучше обязательно всегда обследуйтесь, чтобы потом никаких сложностей у вас не было. И никогда не бойтесь ходить к врачам. Бояться не надо. Я просто тоже, знаете, такая думаю, ой, сейчас сижу, анализы сдала. И у меня уже столько всего в голове, что просто я уже, не знаю, тоже нервничаю. Потому что кто его знает? Что я, ну, давно к врачу не ходила. Наверное, год назад я была у врача, сдавала тоже кровь, все анализы, все такое. И все как бы было нормально, но переживаю. Очень переживаю. И я просто еще из-за этих своих болячек, которые около рта, я же понимаю, что они просто так не берутся там из-за того, что я шоколадку съела. И это тоже меня напрягает. Хотела рассказать забавную историю, потому что я тут на днях, а буквально позавчера, триммером себе сбрила брови случайно. Вот такой у меня триммер. Я его обычно вот так вот делаю по бокам, чтобы тоненькие маленькие волосики, типа пушечка такого, знаете, вокруг бровей убирать, что было идеально. И в итоге я просто что-то у меня рука соскочила, и я себе сверху брови подрезала немного. Я думаю, жесть, твою мать! Но в итоге нормально сейчас все. Ну как нормально? Ничего, отрастут. Я их замажу. У меня еще грязная башка. Вот так, здравствуйте. Я планировала ее сегодня помыть, как стану, но потом поняла, что если сейчас я еще буду голову мыть, то я вообще никуда не успею, поэтому я вам покажу свою любимую прическу, которую я делаю, когда у меня грязная голова. Ну нет, не обязательно делать ее именно, когда грязная голова, но когда грязная голова прямо от души. Вот, давно мы с вами не общались. Очень волнительно. Каких-то прям супер планов у меня нет. Сегодня я хотела съездить в торговый центр, потому что у нас закончилось жидкое мыло, мое любимое. А я, честно говоря, не очень люблю вот обычным мылом, которое берешь, так вот, молишь, положил. Я люблю жидкое, не знаю почему. Чтоб сразу нажал, все, вытекло тебе на ручки, и ты умыл руки, потому что руки я достаточно часто мою. И, знаете, типа брать мыло мне как-то очень долго выходит. Поэтому жидкое я люблю. Жидкое золото. Короче, сейчас мне мама пишет, там вообще жесть полнейшая, потому что кто смотрел мое видео с мамой «Мистические истории», она там рассказывала о том, что закрылась турфирма, турагентство, не знаю, как их правильно. Закрылись, короче, буквально через пару дней, когда они оплатили путевки в Турцию. Еще, короче, наши родственники тоже оплатили путевки через эту турфирму, не знаю, турагентство, пофиг. Вот, и, короче, маме моей вернули деньги. И, ну, как бы, знаете, таким образом, что у меня мама просто пришла и сказала, что если сейчас вы вот это вот не делаете, то пипец вам просто. Я вызываю там милицию и все такое. Ну и правильно, на самом деле, вот таким вещам я всегда стараюсь научиться у моей мамы, потому что жизнь такая сложная штука, и мы такие добрые, что нас постоянно обманывают, кидают. Это реально, то есть, ну, так. Это не то, что я выдумываю, пожалейте нас, пожалуйста. Нет, конечно, просто реально. Очень много кто обманывает, тем более, я думаю, вы сами понимаете, что то дело, которым занимаюсь я, а конкретно видео, вот это реклама, все, там, какие-то контракты даже, вот это вот все очень страшно, потому что реально могут обмануть. Когда тебя обманывает твой менеджер, например, тоже неприятно, знаете. У меня и такие ситуации бывали, поэтому... Поэтому очень страшно, и не люблю я такие вещи, и мы с мамой просто уже стараемся не быть белыми, нежными, милыми овечками. А нашим родственникам нифига не вернули, точнее, вернули какую-то половину, а остальное нет, и это пипец. Я не знаю, что да как там будет в итоге. Так, что дальше-то? В принципе, я уже накрасилась, осталось только нанести хайлайтер. Опять же-таки, когда я крашусь и не разговариваю, я делаю это быстрее. Надеюсь, что Слава со мной поедет, потому что одной неохота. Ну нет, я в любом случае поеду, но, сами понимаете, одной не так весело. Тут у меня с губой, блин, какая-то она супер-красная. Как будто вот я яблоко какое-то поела. Вот тут. Короче, когда я этим блеском губы мажу, все думают, что я себе снова губы сделала. Не знаю, что он делает с губами, но как будто бы увеличивает. Так, что еще, что еще? Очень холодно и дома, и на улице. Это просто пипец. Я сплю в носках теплых, чтобы вы понимали. Смотрю истории своих друзей, коллег. Все тоже как бы всем холодно. Все спят в свитерах с обогревателями, которые прям на них работают. Ну, жесть, реально. Я не понимаю, почему так холодно. Точнее, я понимаю, да, холодная погода. Но я не понимаю, почему до сих пор не включили отопление. Вот что меня волнует, потому что реально холодно. Что такое 8 градусов на улице? Даже меньше. Ночью еще меньше. А мы же тут все такие мерзлячие. Ну, я реально мерзлячая. Заяц, ты съездишь со мной? Тогда. Надо позвонить, написать Наде. Ты уверен в своем решении? Да, у меня неделя влогов, и у меня к тебе вопрос. Ты занята сейчас? Сегодня вообще все такое? Мне нужно, короче, съездить. Укладываю брови. Хотя это, в принципе, не так уж и обязательно. Ну, нет. У меня просто не так уже, знаете, лежат как-то в одном положении. Укладка ничего не сделает. Надеюсь, Надя скажет, да, погнали. Надя учится в медицинском. Я, по-моему, уже рассказывала, и это жесть. Ну, сейчас вроде как у нее более-менее посвободнее стало. Ну, до этого вообще жесть была. У нее, типа, каникулы один раз в год вообще, в августе. Месяц, по-моему, и все, прикиньте. Я бы повесилась просто. Так, вроде я накрасилась. Что мне Надя ответила? Я так помнуюсь. Хоть бы она сказала, да. Могу с тобой съездить куда угодно, хоть на край света сегодня, но есть маленькое но. И мне надо забрать Гошу из садика, вот. А потом он будет мотаться по делам, и он сам фиг знает даже, где он вообще будет, в какое время. Вот в чем проблема. А мне это обязательно нужно сделать сегодня. Короче, жопа. Отличный макияж. Вот, на камере пишет 17 минут. Это учитывая, что иногда я тормозилась. Такое, короче говоря, за 15 минут реально я могу сделать макияж свой повседневный. Вот такой у меня лук. Такие вот у меня носки. Зайчика, мы можем на мою камеру тоже твою кнопку показать? Ну-ка, нет. Дай я тебе покажу. В общем, холодно у нас, да. Ну, я думаю, все меня сейчас понимают практически, у кого тем более отопления нет. Что-то реально жесть. Что такое народ вообще? Что я надену, блин? Что-то теплое, Надя. А у меня ни хрена теплого нет. Все мое теплое на даче. Джинсы. Ни хрена теплых вещей вообще нет. Мне срочно нужны свитеры. Дайте свитер мне. Ненавижу грязную голову. Сначала я расчесываю волосы. Конечно же. Сейчас я сделаю хвостик высокий. Залачу его и будет конец, что это лак. Это не моя грязная голова. Я готов открывать кнопку. Подожди, у меня тут грязная голова. Вот видите, из бомжихи с грязной башкой я превращаюсь в держку чекулю. Если бы не мейкапсулу, мне было бы проще, конечно, вот это делать. Вот такой расчесочкой, мы все волосики. Ариана берем лак. Берем лак. У меня вот такой. Что ты закрываешь? Ну, как-то так. Конечно, это не прям супер-пупер. Но, по крайней мере, не видно, что у меня очень прям грязная голова. Кажется, что это просто лак. Как что, обращайтесь. Потихонечку. Помаленечку. Меня поздравляют. Вот это да. Класс. Она красивая. Как будто ты миллион долларов выиграла, это твой чек. Сто миллионов долларов. Сто миллиардов долларов. Она красивая. Лучше, чем старый вариант. Ну вот. Надо у меня теперь еще один канал сделать и быстро сюда 100 тысяч подписчиков нагнать. И тоже такую хочу. Круто. Каеф. Да, каеф. Ну, у меня раритетная, че. У меня и кнопка раритетных. Что говорит о том, что я очень давно набрала аудиторию. Теперь надо определиться, куда я поставить. Путь ты здорово. Все. Куда? Так рад вообще с ума сойти. Ты хоть будешь видос здесь снимать. Ты просто зазвездившийся. У тебя уже миллион подписчиков. У тебя есть огромная золотая кнопка. Нет, у меня просто болит живот, и я опаздываю. Как тебе такой расклад? Ну, такой вариант, да. Ну, в общем, ладно. Спасибо большое за то, что со мной. В общем, я вышла. Будто бы только что здесь кто-то вывозил кошек или собак, которые здесь писали. Короче, живот у меня безумно болит. Так называемые женские дела. Сколько. Вот знаете, мне нравится. Веделя хорошо начинается. Ветер такой, что мне кажется, я уже ухо себе застудила. Ужас. Как же холодно, мать твою. Короче, у меня во дворе есть такое, знаете, несколько проходов между домами. И вот, короче, в одном из проходов постоянно куча народу, потому что метро недалеко. И скотина. Они постоянно огромными кучами прутся и просто не дают мне проехать. Я все поднимаю, что я офигевшая скотина на машине. Они пешеходы. Бедные, несчастные. Ну, черт, вы меня пропустите просто вот за секунду. Я проеду и не буду вам вообще мешать. Ничего сегодня еще не ела. Попила кофе. Потом выпила без боли вообще. Офигенно. День начинается. С улыбки. Давно с вами не общались, даже в шоке. Неделя влогов каждый месяц, это круто. Мне нравится на самом деле, потому что каждый месяц много всего может произойти за жизнь. Но при этом, когда у меня друзья спрашивают, что нового, у меня ничего нового. Ну, как бы вот такое, знаете, потому что все по мелочам. Есть, конечно, вот у меня новое. Это то, что все-таки я с зубами что-то буду делать. И это такое прям очень новое. Но все, кому я рассказывала, все как бы поддержали. Типа, вау, круто, мечта. Там друзья, коллеги мои тоже кому рассказывала. Потому что у меня из блогеров есть несколько друзей хороших, которым я доверяю и люблю очень. Это, конечно же, Карина Каспарянс. Ну, Карина, это понятное дело, и об этом даже говорить нечего. Просто так уж вышло, что она еще блогер. Но изначально она моя просто подруга лучшая. Вот. И, наверное, еще Игорь Синяк. Все. Вот реально, клянусь, из блогеров, получается, больше нет у меня друзей. Ну, а кто, я даже не знаю, кого еще назвать. Но с Игорем мы очень хорошо дружим, поддерживаем, переписываемся. В общем, сейчас надо будет поехать. Крапивой пахнет. Что такое? Вы знаете, как будто бы у меня... Странно. Как будто бы у меня это я беременна, и у меня токсикоз. И всякие запахи разными мне кажутся какими-то непонятными. Почему крапивой пахнет? Я живу, твали, не могу вас. Кстати, сейчас Надя уже, наверное, вышла. Поэтому сейчас мы с ней встретимся. И попозже я к вам вернусь. Тем более, что у нас сегодня еще день долгий. Сегодня еще нужно вельену искупать. Ну, вернемся к этому попозже. В общем, Надя со мной все-таки едет. Я думала, что она в итоге не сможет. Потому что я надо братика забрать. Но в итоге я думаю, что мы успеем даже за братиком съездить. Надеюсь, потому что вроде пробки сильные рассосались. Короче, Надя мне сказала такую вещь, что она пришла домой. Потрогала батарею, она была тепленькой. Это значит, что отопление дали. Не знаю, насколько у нас. Потому что я вчера ночью трогала батарею. Она была ледяная просто. Ну, она тоже была ледяная. Ну, надеюсь. Я сегодня просто еще не трогала. Я только воняла по поводу того, когда дадут отопление. Вообще, обычно, когда я очень злая и что-то говорю, типа, а я ненавижу это. Когда это будет? Когда это будет? Каким-то образом это мне дается. Не знаю, почему. Ну, ладно. Это я такие выводы сделала глупые. Потому что мы со Славой вчера играли, как обычно, в PlayStation. И ему подали классное оружие, а мне нет. Да. Вот так. И я очень долго воняла, как сказать. И, короче говоря, говорю, почему мне не дают легендарное оружие? Пошел, уедет он, а мне я. В итоге мне потом аж целых два оружия выпало. Я с кем-то думаю, ура. И потом, причем, мы со Славой всегда друг на друга обижаемся и злимся, когда одному дают оружие, а мне нет. Ну, а другому нет. Короче, мне дали, а ему нет. Он такой, блин, так нечестно. Потом мы вчера вообще... Вот знаете, я думаю, все-таки вот эти игры, компьютерные и PlayStation, они тоже доводят до невроза. Мне, кстати, кто-то написал в комментах, типа, Юля, у тебя какая-то странная мимика, сходи к неврологу. Тик. Да-да-да, типа, я странная. А знаете, вот я не удивлюсь, если реально я дойду до невролога, он скажет, девушка, вас вообще давно надо было в психушку положить. Я бы не удивилась. Я бы сказала, ты понимаешь, мне легендарное оружие не дают волнать. Вот. И вчера мы со Славой в Borderlands играли. Кто играл, тот поймет. Убиваем босса, мочим его, сука. Уже по пять раз каждый сдох, все деньги просрали. Ну, не реальные деньги, а деньги в игре. А там, когда умираешь, с тебя снимаются деньги. Чем больше у тебя денег, тем больше денег у тебя снимаются. Ну, короче, злые. А на эти деньги можно купить оружие, прокачку для магазина оружия. Да, вообще, пипец. Короче, покажу потом. Есть. Блин. Вот я когда села в машину, у меня было ощущение, что крапивой пахнет. Может, я реально наступила в какую-то крапиву? Как-то глупо, что ли. Славе кнопку привели. Какую? Серебряную. Ой, причем она такая красивая, новая. А у тебя старая? Угу. Старого образца. Ну, ничего, у меня типа раритет. Я к этому так отношусь. Мне, конечно, новые больше внешне дизайном нравятся. Но зато тебе другую, когда ты получишь, она будет новой. Какую другую я получу? Я уже другую не получу. Почему? Только если бриллиантовую. Ну, бриллиантовую. Они одинаковые. Как и старые, так и новый образец. Бриллиантовые одинаковые. По-моему, они изменились вообще. Ну, блин, когда я бриллиантовую получу, мне кажется, я вообще уже бабушкой буду. Сколько там? 10 миллионов. А у тебя сколько? Сука, даже двух нет. Как вы могли догадаться, уже потемнело. Мы с Надей съездили в авиапарк. Сделали там дела. Буквально заскочили на секунду. Потом по жутким пробкам просто час ехали до своего района. Заехали в Макдональдс, потому что я нихрена сегодня не ела. Я скушала чизбургеры и среднюю картошку. И мне стало лучше хотя бы, потому что у меня реально было так плохо. Еще из-за того, что у меня живот болит и голод, это все вместе. В общем, кошмар. Сейчас отвозила Надю до ее дома. Мы с ней живем на одном районе рядом. То есть на машине, типа, ну, как до Карины. Ну, короче, одинаковое расстояние. Примерно 5-7 минут, учитывая вот эти все светофоры. А так, ну, реально 5 минут. Мне надо, чтобы доехать. Получается, едем мы к ней, к ее дому. И просто все перекопали везде. Я сегодня тоже, когда за ней ехала, мне пришлось сделать просто огроменный круг, чтобы заехать за подругой. Потому что все закрыто, перекопано. Вот. Это просто малая часть. Тут, типа, трамвайные пути, которые сейчас чинят. Их чинят постоянно. Уже на протяжении не знаю скольких месяцев. Я не понимаю, почему это делается так долго. Ну, неужели не хватает людей? Ну, неужели? Неужели у нас в стране мало людей, которые хотят работать, которым нужны деньги? Я ничего не говорю. Может, я чего-то не понимаю. Реально, напишите в комментариях. Но зачем каждый год перерывать все, менять асфальт? Ну, да, я понимаю, что асфальт говно у нас. Реально. Потому что он постоянно весь ломается. Потому что его делают вот так вот, как сейчас. Дождик пошел и начали асфальт класть. Какие молодцы! Просто мы с Надей сидим такие в шоке. Типа, офигенно. Когда же еще нам делать асфальт? Хороший такой. Налоги мы платим. Асфальт когда делать? Ну, дождик пошел. В дождик будем делать. Я не могу меня это так бесить. Знаете, мне пофиг на то, что там я налоги плачу. Я не выпендриваюсь, ничего. То есть я, как бы, честный гражданин, да, своей страны, в которой живу. Ну, твою мать, ну почему нельзя делать по-человечески? Мы поэтому все злые и агрессивные, потому что вот это происходит без конца. Каждый год делают одно и то же для того, чтобы в следующем году сделать то же самое. Я не могу к себе домой элементарно попасть, потому что я стою в пробке, наверное, минут 15, чтобы заехать к себе во двор. Просто потому что невозможно. Это, наверное, еще одна из причин, из-за которых я просто не хочу из дома выходить вот в последние там 3-2 недели. Но меня все раздражает безумно. Я выхожу из дома, сажусь в машину и все, я уже злая, как собака. Ну, потому что это реально жесть. И вот сейчас нам пришлось кое-как еле-еле через дворы проезжать. Я еще могу понять вот реально эти трамвайные пути, которые меняют. Ну, черт возьми, почему нельзя это все быстро сделать? Я понимаю, что это работа как бы, да, не одного дня. Ну, твою мать, нельзя выделить много людей именно вот на наш район в данный момент. То есть почему нельзя делать по-разному времени? Типа один район починили, кучу людей туда отправили. Потом другой район починили, вот эти все трамвайные пути туда кучу людей отправили. Почему это нельзя делать так? Я не знаю, что происходит на других районах, именно вот в глубине районов я не езжу. Но черт, у нас просто жесть. Я хочу нормально жить, нормально ездить. Парковки нет. Реально, вот кто не в Москве живет, радуйтесь с одной стороны. В Москве, конечно, ну понятно, центр, все дела в плане работы, да, лучше, чем в других городах. Хотя в Питере я тоже думаю, все нормально. Не знаю, просто там не живу, но могу за Москву только говорить. Да, хоть тут и конкуренция большая, все такое, но в любом случае это Москва. Но черт возьми, жить здесь, это просто ты реально заколебешься. Это хочется просто себе выстрелить в голову. У меня даже, знаете, иногда такие мысли, я люблю Москву, я люблю город, люблю цивилизацию. Именно поэтому там я не хочу куда-то за город переезжать жить. Но я вам клянусь, если у меня будет возможность в будущем в каком-то переехать жить куда-то за город, в Подмосковье даже, неважно. Я это сделаю, я клянусь, я это сделаю, потому что это невозможно. Ладно, распсиховалась. Короче, я сейчас еду к маме, зайду к ней в гости. Сегодня я хотела же поехать в Атриум с Надей, но уже почти 8 часов из-за того, что я поехала в авиапарк, куда я не планировала сегодня ехать. Очень много времени на это ушло. И я хочу пораньше приходить домой, чтобы пораньше начинать делать монтаж и раньше ложиться спать, потому что сегодня я встала поздно. Но завтра я бы не хотела так поздно вставать, потому что в четверг, получается, да, как раз я пойду к зубному. У меня там запись вообще на 11. Это мне надо намного раньше встать, потому что я обязательно должна покушать перед этим. Сегодняшний влог такой скучненький получился. Ничего такого со мной сегодня не происходило. Плюс еще живот болел. Ну, в общем, все как-то навалилось. Как обычно, я сегодня моталась по таким, знаете, личным делам, которые никак не могу показывать, снимать, там, встречи, все такое. Не могу сказать, что там было как-то много встреч, но, в общем, все равно рассказывать, показывать такие вещи не могу, не буду, да и не нужно. Это, знаете, первый день из недели влогов всегда такой, чтобы вы как бы комментировали, спрашивали что-то, а я уже в следующих видосах буду читать ваши комментарии, на что-то отвечать, болтать, обсуждать какие-то темы и все такое. Поэтому не стесняйтесь, пишите обязательно комментарии, как можно больше, потому что я все читаю, все лайкаю. Вот, сами можете даже провести эксперимент, написать комментарий и посмотреть, как скоро я поставлю вам лайк. Так вот, пришла к маме. Вот такая собака у мамы дома живет. Это Муля, мини-бультерьер. Она в трусах, потому что... Сами угадайте. Какие мои любимые уроки? Подвижные игры на улице. Например. Физкультура. И все. Только два хороших урока. Не-а. Он неразговорчивый. Теперь сейчас на жвачки заберу. А-а-а! Ты! Ты мои видео смотришь на ютубе вообще или как? Если я дашь, признаюсь. Признавайся сначала, а потом отдам или нет. Признавайся. Только не отдашь, не признаюсь. А ты и так не признаешься, я тебе не доверяю. Честно. Ну и отдала. Я не смотрю. Я так и думала. Уже ты, смотри, слишком маленький для моих познавательных, интересных видео. Я смотрю, Го... Кого смотришь? Не знаю. Гого смотришь-то? Саш, когда ты был младше, с тобой было интереснее, я тебе говорила. Ты был более разговорчивый, более смешнявый. Я смотрю, стиратели. Да, Марвел. У меня тоже есть полная коллекция. Скучно мне с тобой. Только жаль, не было, знаешь, что с Танусом. А-а. Эти бракованные фигурки... Кто его сделал? Этого Тануса. Его как будто собака погребла. Это бракованная фигурка. Вот кто-то думал сделать такую фигурку. А они специально сделали такую? Не знаю. О, смотри. Если кто-то видит... Да, коричневый? Нет. Вот он, жёлтый. Ну да, жёлтый. Как видите, вот кто его погрыз? А-а-а. Бракованная фигурка. А-а. А ты тоже видеоблогер? Ты же хотел, помнишь? Я тебе даже штатив подарила. Ага, не уверен. Знаешь, что я хочу тебе попросить? Во-первых, как запиливать видосы на YouTube? Во-вторых, как их сделать? И в-третьих. Самый главный вопрос. Кайф сделает так, чтобы грабла, как ты делала в квадрате. Ага. Ну, это компьютер нужен, обработка специальная. И в-третьих, где моя камера? А, это не ко мне вопрос, это к родителям. К тебе. А я что? Я тебе только штатив дарила, а не камеру. Снимешь видео, я тебе его смонтирую. Сделаю тебе так. У меня флешка кончилась. Тебе флешку надо подарить? Подари, пожалуйста. Ладно, что ты голос такой делаешь? Потому что это не я говорю, а Ментос. Что я рассказываю? Ты видео-то не снимаешь все равно. Что я тебе флешку подарю? А ты что, снимать будешь, что ли? Знаешь, было бы желание, и флешка бы не понадобилась. Понял ты меня? Что понадобится? А как значит запилить? Что значит запилить, Саша? Что в делах в виду вас нужна флешка, чтобы туда запилить? Разбалованное поколение. Мулечка. У меня Вивьена будет ревновать. Короче, Мули очень добрая, но из-за того, что она очень такая девочка с формами. Она всегда хочет подружиться с Вивьеной, но Вивьена безумно ее боится. Ну как боится? Она просто чувствует, что эта собачка побольше. А мне мама сказала, что по телевизору слышала, что какая-то британская тоже турфирма закрылась, и там вообще куча людей тоже потеряли типа деньги, там что-то типа выгоняют из отелей. В общем, вообще жесть. Напишите, кстати, были ли у вас какие-то ситуации с этими туроператорами, фирмами, которые закрывались, либо там что-то там обманывали, деньги не возвращали, потому что это жесть. Странно. Чудовище. Нет, она должна лежать в трусах. Не буду! А вот так выглядит комната Саши. Что делаешь, Санек? Я говорю английский. Английский? Нравится тебе учить английский? Да, я их много уроков знаю. Да, ты что? Как у тебя получается? Получается. А шоколад сейчас сестре не предлагаешь? Нет. А где нету? Да у меня маленький кусочек. Торми. Держи крепко. Это камень. Ах, ладно, сам кушай не буду. О, нифига, ты сильный, блин. Круто, вот такой у тебя классный стол. Потому что... С уроками. Рамы ты. Саша офигенная комната, такая классная. Даже круче, чем у меня. Столько классных у тебя штук. Тут подушки. Сказать нечего. Я просто пришла домой безумно злая, потому что у меня болит башка. А Вивьена меня сегодня выбесить решила. Потому что мы сым мимо пеленки постоянно. У нас пеленка чистая, вокруг все обосины. Почему сышь мимо пеленки? Давай иди покажи, куда писать надо. М? Ну и что? А я должна вытирать твои сяки, да? А на пеленку написать нельзя ровно, нормально? Как все собачки писают. Все собачки писают. А да, ты не можешь на пеленку написать. Это что такое мне? А, Вивьена, я с тобой разговариваю. С тобой я разговариваю. Ну ладно, иди сюда. Черепашка, ты моя смешная. Мама тебя просто испытывает. Проверяет, чтобы больше мне не ссала мимо пеленок. Каждый день протирают твои сяки. Что такое? Если надену швитер свой такой домашний, рабочий, в котором я даже спала несколько дней, потому что холодно. И не мыла. Не знаю, насколько он... Нет, ну он, наверное, грязный. Я чипсы ему вот так. Я тоже так делаю. Ну да, че уж. Такой человечек сларенький маленький. Ага. Пожалуйста, заберите меня. Я это ненавижу. Самое сложное, это морду помыть. Понимаю. Причем я ей всегда нос закрываю, и лучше, чтобы не лезло. Она убирает, и это все носом. Крыска, Лариска. Мне просто Вивьена такая разбалована с характером собачка. Ну нет, она замечательная, но она такая, любит у себя строй. Несчастная, грустная. А когда я ее расчетываю после того, как сушу, она вообще... Моя принцесса. Ну как ощущение после мойки? Ты меня спрашиваешь. Она болит. Давай, иди сюда. Пошли. Прыгай. Давай. Ей тяжело. Ничего не тяжело, все она знает. Давай, иди сюда. Давай. Ну и давай, мама тебя возьмет. Она перед камерой стесняется. Нет, она просто придуряется. Давай. Мы все знаем и умеем, не в первый раз это делаем. Может, и с какой стороны это подойти. Иди сюда. Говорю же, все она знает. Сейчас у нас полотец все впитает, чтобы быстро посушиться. А мне... Пардонте. По поводу расчески. Многие из вас убеждены, что расческа мне нужна для того, чтобы расчесать собаку. Да, это правильные мысли. Но на самом деле расческой я убираю всякие каки около глаз. Потому что пальцами или какими-то там этими хорошо так не уберешь. Буду, наверное, в каждом видео повторять, чтобы не было всяких вопросов, что вот это у Вивиены на ушах. Потому что все думают, что мы прокололи уши, это сережки. На самом деле нет. Это просто вот такие вот... Это стразы наклеенные на специальный клей. И, как вы можете заметить, он остался один. Потому что все остальные у нас уже отвалились. Подними морду. А, еще, кстати, ребят, пока не забыла. У Вивиены теперь есть инстаграм. Он у нее уже был когда-то. Но что-то как-то он... То ли его заблокировали, потому что я его забросила и не вела. Фиг знает. Но теперь у нас новый инстаграм, который вы видите на экране. Я туда выставляю всякие ее фоточки, сторисы. Вот эти вот выкрутасы начинаются. Смотри, что делать. Буду я тебе хвост выращесывать. Вот она сейчас строит из себя мученицу. Смотрите, даже встать не может. А вот это ее инстаграм. Вот эту мученицу. Ой, упала. Ай, не могу я стоять. Вам, наверное, кажется, то, что я ее очень странно держу. Прям за шею, за голову. На самом деле, я просто держу, чтобы не выколоть ей глаз и все такое. Ну да, направляешь. Правильно. То есть, я ей не нажимаю, там ничего не душу, ее вы не подумайте. Я люблю свою собаку, я просто ее привожу в порядок. Это для нее же хорошо, чтобы всякие каки у нее около глаз. Черепашка. Все! Иди. Сейчас, посмотрите, какая она будет радостная. Уже у нас все хорошо. Я же говорю, это мученица из себя строит. На кухню получать свои вознаграждения вкусняшки. Только ты ей пока ничего не добавляешь. Моя зайочка. На, она сейчас сразу должна быть. Давай. Ты заслужила, Вигена. Почему она не заслужила таким поведением? Да заслужила, молодец. Что ты хочешь обсудить? Например, нашумевшее видео блогера Никиты. Короче, суть в том, что мы, типа, за этим особо не следим. Не, ну как следим, так уж видим, да, понятно, что в трендах, что не в трендах. Но я изначально про Инстасамку думала, даже не то, что подшучивала, а, типа, господи, ну что такое, типа, 3 миллиона украли. Я была уверена на 100%, что это все фигня. То, что ограбешь, ограбили, все такое. Я была уверена, что это фигня, но из-за того, что я над этим так вот подтрунивала, я не знаю, как назвать, я даже чувствовала какую-то вину, думаю, господи, а вдруг действительно человека ограбили, зачем я так, ну вот, себя веду? И потом оказывается, конечно, что все это постанова. Я думаю, что это, знаешь, постанова года просто. Ну а что ты удивляешься? Люди зарабатывают деньги. Я не удивилась. Вообще не удивительно. Единственное, я посмотрел этого Лола, я посмотрел, кто, что это за самка инста, которая, и я, что я могу сказать? У меня нет слов. До свидания, нет слова. Я огорчен, но у меня много слов, на самом деле, эмоций тоже много, потому что, с одной стороны, вот этот Никита Лол в этом видео, он ведет себя очень прям, как обиженный школьник, потому что это бизнес, во-первых, во-вторых, кто занимается там какими-то любыми, любой работой без договора, я не понимаю, потому что и у меня было много таких моментов, когда меня кидали. Слушай, ну человек впервой, типа может. Ну вот я и говорю, что он просто, ну просто косикнулась, да, вот это вот так вот, он спотыкнулся и вот такое вот двухчасовое видео записал, где вот сливает всю информацию про эту популярную девочку. Популярность может, в принципе, любой человек, грубо говоря, заработать, но вопрос тут не в том, что про тебя сегодня все говорят, вопрос в том, что про тебя и завтра все говорили и важно, как про тебя говорят. Я не уважаю людей, которые добились каких-то успехов на какой-то грязи, вот этих постановок тоже, но я это не уважаю, потому что, ну потому что это не по моим моральным принципам. Я бы так никогда не стала делать, мне бы перед самой собой же было бы стыдно, уж тем более перед людьми, которым я обязана всем, что у меня есть. Ну, в общем, да, и вот я продолжу там свою мысль насчет Лола, вот этого, что он молодец, в принципе, что, ну, такой талантливый парень и может всякие дела придумывать, но, чувак, ты, ты знаешь, что это за блогерша, ты знаешь, что это за человек, что она очень нехороший человек, и что ты ожидаешь? Вот ты предполагаешь, что ты будешь работать там месяц, полгода, и все будет круто и хорошо, то есть изначально, когда люди начинают работать, сразу видно, кто хороший, кто плохой, плюс-минус. По инстасамке сразу понятно, что с ней дело лучше никаких не иметь, вообще никаких. Я таких людей еще не встречал, и надеюсь, что никогда не встречу. Я встречала таких людей, но я почему-то думала, что вот то, что я встречала, это вот уже край, но оказалось, нет. Оказалось, и самое, что страшное, это что... Вот посмотрите на ее подписчиков. Кто ее подписчики? Аудитория блогера это зеркало блогера. И, конечно, когда все-таки реально выяснилось, что вот это все с кражей, там, ограблением, вымысел, но мне все равно, мне это все равно в голове не укладывалось. Блин, мне было бы жалко телевизор дома разбивать. Ну, вот видите, на что люди могут пойти ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, это ужас, это ужас. Вот просто, я понимаю, что такие люди есть, я понимаю, и никто из нас, из вас не застрахован от встречи в своей жизни с такими людьми. Ну, и, понятное дело, тоже думайте, на кого вы подписываетесь, потому что, когда вы подписываетесь вот на таких людей, вы даете им больше шансов для того, чтобы их еще больше людей увидело, услышало. и иногда, конечно, это грустно, я просто, ну, не то чтобы не думаю об этом, я понимаю, что, ну, от того, что я об этом буду думать и переживать, скажем так, наше поколение, я не уверена, что я смогу на это повлиять. Хотя я стараюсь, там, в своих каких-то видео о чем-то тоже говорить такое, что, ну, не надо подавляться, там, все такое, но я понимаю, что я не могу людей переубедить, смотреть кого-то, слушать кого-то, походить на кого-то, конечно, не могу. Но единственное, что, наверное, я могу сказать, это просто стремитесь к лучшей версии себя и старайтесь смотреть, там, если YouTube, то правильных людей, не то что правильных, я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой, людей, которые несут какую-то информацию, я не говорю, что, опять же таки, я там какую-то суперинформацию несу, у меня просто развлекательный контент, там, может, для души, когда скучно, с подружкой, все такое. Как минимум, я хотя бы не веду вот такой образ жизни и не выставляю это на показ, я просто не понимаю, зачем это люди выставляют на показ. Короче, ладно, спасибо большое, что смотрели этот влог, первый день недели влогов, дальше будет интереснее, лучше, потому что нам такое предстоит, такой шок вообще. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok